Луки 2 глава 40 стих Исходила эта благодать из их уст Что выходит из наших уст на жизнь наших детей Благодать созидающая, научающая Или слова разрушения И смотрите, 52 стих в этой же главе То, что благодать Божья была на Иисусе Христе Он был человеческий Сын, да? Бог, Который явился во плоти Иисус же преуспевал в премудрости В возрасте, в любви у Бога и человеков Аллюя! И мы благословляем каждого родителя Во имя Иисуса Христа Быть источником этой благодати А знаете, Бог смиренным дает благодать А гордым противится Знаете, нам нужно освободиться От нашей родительской гордости Понимаете, даже сам Бог дает право выбору каждому человеку И ценит этот выбор Благословляем каждого родителя Быть источником благословения для своих детей Источником благодати Чтобы все дети Они преуспевали в премудрости В возрасте, в любви у Бога и человеков И мы, родители, развиваемся вместе с нашими детьми И знаете, когда и старшая доченька у меня росла И вот сейчас средний и младший ребенок Я всегда спрашиваю, что для меня самое важное Воспитание их И опять же я понимаю, что вечные ценности Мы можем им дать Хотя это так надо, конечно же И квартиру, и одежду, и питание Но чтобы они впитали в себя Вечные ценности Когда росла у меня старшая доченька Мы начали ходить с ней на гимнастику И ее хореографы говорили Все, у нее такое будущее У нее такое призвание У нее все-все абсолютно данные есть Но мы столкнулись с тем Что все соревнования проходили по воскресным дням И знаете, вроде бы перспектива Такого будущего для твоей дочери Потому что расписывали такие картины Что она будет такой прямо гимнастик Ну просто говорит, у нее все есть И опять, как воскресенье наступает Так нужно идти на соревнования И знаете, вот эти вот слова Господи, я молю Тебя Чтобы мой ребенок Псалом 25 Возлюбил обитель дома Твоего И место жилища славы Твоей Псалом 26 Одного я просила у Господа Того только еще Чтобы мой ребенок И я сама Пребывали во все дни жизни своей В доме Твоем Созерцали красоту Твою И посещали храм Твой Псалом 91 Насажденные в доме Господнем Они цветут во дворах Бога нашего И мне пришлось тогда сказать Этим хореографам Извините Если не переносится на другой день Все эти соревнования Мы не сможем Потому что Я и мой ребенок Мы ходим по воскресным дням В дом Божий, в церковь И для нас это очень важный приоритет Вы понимаете? И вот сейчас уже Сколько же это ей лет? 29, да? Скоро будет Или уже 29, мама Слава Богу, что она в доме Господнем Она родила уже двух прекрасных для меня внуков И они находятся в доме Господнем Радуется мое родительское сердце Что я вижу, что она и ее муж Каждый день Они принимают вечерю Они вместе молятся всей семьей Что она впитала вот эти вот ценности И дальше сейчас вот когда подрастают мои дети Слава Богу, что Бог показывает Как молиться и быть для них примером веры Это, конечно же, каждый ребенок Чтобы был рожден свыше Это мы молимся с вами к Ефесянам Первая глава Сейчас, мои хорошие Скажу, какой стих 17 стиха Чтобы Господь дал им духа премудрости К Ефесянам 1 глава 17 стих И ты сейчас вместе со мной Можешь молиться за своих детей Чтобы Бог даровал духа премудрости И откровение к познанию Бога Как это важно Чтобы Бог даровал нашим детям Чтобы каждый из них Он знал Бога лично И твоя материнская молитва И жажда твоего сердца Не просто, чтобы все-все было хорошо Но чтобы они были рождены свыше И знали самого Бога И знаете, это внутри меня Как музыка, которая взывает Богу И слава Богу, что сейчас мои дети Они тоже этой молитвой молятся И просят Отец, даруй мне духа премудрости И откровение к познанию Тебя Просвети, отче сердца моего Дабы я познал, в чем состоит Надежда призвания Твоего И какое богатство Славного Твоего наследия Для всех святых И дальше в этой же В послании Ефесянах Третья глава, также 17 стих В веру Христос Селись сердце мое Скажи вместе со мной Мамочка и папочка С жаждой своего сердца Что верой Христос Селись сердце моих детей В верой Христос Селись сердце моих детей И Исаия Исаия, что Бог Он дает сердце знающее Бога Простите не Исаия, а Иеремия 24 глава, 7 стих Что Господь Даруй моим детям Сердце знающее Тебя Что Ты их есть Господь Моли сейчас вместе со мной Подняв руки Господу Скажи Господь Я прошу Тебя Твои руки сотворили моих детей Отец Я предаю жизнь своих детей Тебе Я прошу Тебя Дай им сердце Знающее Тебя Даруй духу премудрости Откровение к познанию Тебя Просвети их хочешь сердце Дабы они познали В чем состоит Надежда призвания Твоего Во имя Иисуса Христа Итак, первое Чтобы дети Они были рождение свыше И знали лично самого Бога Второе Чтобы они Любили церковь Как Христос возлюбил церковь А у нас должны быть те же чувствования Которые есть во Христе Иисусе И это знаете Ошибка может быть многих родителей Когда они думают Не важно Чтобы ребенок Находился в теле Христовом Смотрите В Ефесянах Также сказано Что взаимоскрепляющие у нас связи И что каждый член Каждый человек Он должен служить тем даром Который он имеет Для созидания Для приращения себя Чтобы быть в теле Христовом Как говорит в Салон 91 Насажденные в Доме Господнем Чтобы ничто Никакие ветры Не могли вырвать наших детей Из Дома Божьего Дальше Слово Божье к евреям Говорит Не покидай Собрание своего И знаете В это последнее время Про образ Ковчега Божьего Как важно Чтобы наши дети Они строили Дом Божий Ковчег Божий Занимались тем служением Которых Бог предопределил им Так же в теле Христа В церкви Слышите, да? Потому что те, которые в Ковчеге Они будут спасены Это очень важно И вспоминается мне Такой как бы Христианский Может быть анекдот Стоит мужчина И размышляет Дети непослушные С женой так трудно На работе все плохо А сзади стоит ангел И записывает Дети непослушные С женой все плохо На работе тоже плохо И знаете Вот это опять же Духовный закон О чем мы просим И еще что О чем мы Помышляем Вы понимаете? И этот ангел С этими помышлениями Этого человека Он поднимается И говорит Вот заказ Дети, чтобы были плохие С женой, чтобы было плохо И на работе все плохо Важно следить За нашими мыслями Ибо поле битвы Это наш разум Если мы молимся с вами Чтоб мы видели Преображенными Так, о чем мечтает Бог О наших детях Стояли на страже Своих мыслей Когда, может быть Увидели, что дети Опять что-то там Неправильно поступает И у нас Понеслась Вихри враждебные Веют в нашей голове И уже все Все, все, все Все плохо Все плохо Все плохо И понимаете О чем мы помышляем И опять же Наши уста Наши руки Которые несут Прикосновение Божьей любви Наши глаза Которые излучают Принятие Полноту любви И это Конечно же Большой труд И пусть Господь Благословит Каждого родителя Как написано В 3 Иоанна Чтоб мы имели Эту радость Видеть наших детей Стоящих в истине Во имя Иисуса Христа Чтоб мы с вами Родители Сеяли в жизнь Наших детей Вечные ценности Не то, что временно Чтоб у тебя была классная работа Ты много зарабатывал Понимаете Это тоже важно Но Вечные ценности Насеяны ли в их сердцах Во имя Иисуса Христа Чтобы ты вместе С Иисусом Навином Мог сказать А я И дом мой Мы будем служить Господу И нет другой Судьбы У меня И моих детей У моих внуков И правнуков Можешь ли ты Поднять свои руки Господу И сказать А я И дом мой Мы будем служить Господу Во все дни жизни моей Во имя Иисуса Христа И мы посвящаем Наших детей Их благословляем Чтобы они стояли В истине И мы имели Эту радость Видеть наших детей Что они любят Богу Что они служат Ему Поклоняются Ему В духе и истине Во имя Иисуса Христа И все доскажут Аминь И мы поклоняемся Сейчас вместе с вами Что одной капли крови Достаточно В жизни и судьбе Каждого ребенка Чтобы освободить Исцелить Во имя Иисуса Христа Аминь Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим Что если каждый человек Совершит хотя бы одно доброе дело Мир вокруг Преобразится Участвуй в благотворительных программах ТБМ Стань настоящим проповедником Евангелия Прямо сейчас